Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Исход и сегодня мы будем читать пятую главу этой книги. Она начинается словами. «После сего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Мы видим здесь гордость фараона. На самом деле этот отрывок создает целый ряд проблем для нас. Дело в том, что в Египте было несколько сотен и сотен, если не тысячи и тысячи богов. И существовали книги, целые книги, только с именами египетских богов. Есть предание, что когда Моисей и Арон пришли к фараону, и они сказали, что они пришли от Господа, назвали его имя Яхве, четырехбуквенное имя Бога, которое записывается буквами Йод, Хет, Вав, Хет, то фараон по этому преданию созвал своих волхвов, жрецов Египта. И они стали смотреть в этих книгах, если там это имя. И там были имена разных богов Египта, там Ра, Птах и так далее. Но имени Господь там не нашли. Дело в том, что имя Господь, Яхве и Гова, означает меру божественного милосердия, которое, конечно же, измерить невозможно. А слово «бог», славяно-русское, по отношению к греческому и, прежде всего, еврейскому «элогим», означает меру божественной правосудности. То есть все боги Египта были злые в понимании самих египтян. То есть они сознательно поклонялись злу. И место для милосердного бога не находилось в их пантеоне, вот этих ложных богов. И фараон так и говорит, кто такой Господь, то есть милосердный, чтобы я послушал голоса его и отпустил сынов Израиля, я не знаю Господа, то есть такое имя ему неизвестно, и Израиля не отпущу. Они сказали ему, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. Почему они говорят, что это бог евреев? Если фараон и его жрецы не нашли имени Господа среди своих богов, то они поясняют, что это не бог Египта, это не один из тысяч или сот богов Египта ложных. Этого бог Египет не знает. Это бог евреев, потому что он открылся Аврааму, Исааку, Иакову. Бог евреев призвал нас. А египтяне, кстати, признавали богов других народов и понимали, конечно, что не все их имена им известны. Чтобы он не поразил нас язвой или мечом, говорят они фараону, то есть они настаивают на том, что надо служить Богу, иначе, если мы не будем с благодарностью служить Богу, когда на нас обрушатся какие-то трудности, Господь может и не вступиться за нас. «И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Арон, отвлекаете народ, мой отдел его? Вступайте, каждый из вас, на свою работу». Мы помним, что египтяне огромное значение придавали всяким стройкам, перестройкам, надстройкам. Весь Египет – это одна такая огромная стройплощадка, где рабы трудились на них день и ночь, как и в советское время. Одна пятилетка, другая пятилетка, третья, четвертая. Все копались в огромном котловане, созидая какое-то эфемерное благо для каких-то грядущих поколений. И здесь личная религиозность людей не представляла никакой ценности для Египта. Религия в понимании египтян, если она не египетская, она может отвлекать людей от производительного труда. Вот так было в советское время. И для борьбы с религиозными праздниками устраивали советские коммунистические субботники и коммунистические воскресники. Чтобы противостоять стремлению народа все-таки в храм Божий. Вы отвлекаете его от работы его. То есть пусть трудятся, пусть работают, а не рабы, значит, они должны работать. И в тот же день фараон дал повеление представникам, народам и надзирателям, говоря, «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей, то есть из глины, наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему, дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Для людей мирских любые рассуждения о Боге – это пустые речи, которые отвлекают народ от созидательного труда. Почему в эту глину добавляли солому? В Египте глину смешивали с молотой соломой для придания большей прочности кирпичам. И если раньше им эту солому доставляли, а они ее мололи и замешивали в глину, то теперь они должны были сами ходить собирать эту солому, сами приносить, а урочное число кирпичей им не уменьшали. То есть их труд становится более тяжелым. Это наказание от фараона, который считает, что это какая-то глупость, они говорят о каких-то праздниках, их надо еще больше загрузить, как и в советские времена, вот эти субботники, воскресники. И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы, сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. То есть, помимо того, что они изготовляли кирпичи, они сейчас должны будут ходить и собирать солому. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы, то есть то, что было ближе. Приставники же понуждали их, говоря, выполняйте урочную работу свою каждый день, то есть не уменьшайте количество кирпичей. как и тогда, когда была у вас солома, то есть как и тогда, когда она доставлялась для вас. Для мировых таких стройплощадок, как Древний Египет, как Советский Союз или как Третий Рейх, там были огромные планы там все строить, перестроить, отдельные людские судьбы – это кирпичики в построении их некой такой эфемерной Вавилонской башни, очередной Вавилонской башни. Они не сожалеют о судьбах людей, которые ломают и корешут на своих вот этих долгостройных стройплощадках. Для них главное – это оставить имя свое, горделивые строения, чтобы они свидетельствовали о их величии этих правителей. А надзиратели из сынов Израилевых, там были евреи, которые выполняли функции надзирателей в ближнем кругу еврейского народа, которых поставили над ними приставники фараоновы били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготавляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор. То есть их били, а они должны были бить своих братьев. И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими, соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте, и вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Ну, немножко непонятно, как какие-то еврейские надзиратели могли прийти к фараону. Скорее всего, речь идет о том, что фараон время от времени появлялся на таких стройплощадках века, как их могли тогда называть, как отец нации, и к нему могли подходить работники, высказывать какие-то свои недоумения. Но он сказал им, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу, пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзирателей сынов Израилевых беду свою, то есть они поняли, что их опять будут бить. В словах не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то есть отошли от него, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, да видит и судит вам Господь. Они выговаривают Моисею и Аарону за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас. Они понимают, что если будут дальше бить так же, они погибнут. И обратился Моисей к Господу и сказал, мы знаем сердце Моисея, это человеку, у которого обостренное чувство социальной несправедливости, это пастырь, который в течение многих лет пас овец и научился заботиться об овцах словесных. И обратился Моисея к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей и для чего послал меня, ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом Сим, избавить же ты не избавил народа Твоего. Моисей как бы проявляет ропот, но это ропот человека, который пытается понять, а почему Господь не вмешивается в эту ситуацию. Может быть, Моисей что-то сделал не так и прогневил Бога, может быть, Аарон сделал что-то не так и прогневил Бога, может быть, народ проявил неверие, ропот, и Господь переменил свою милость на гнев, он хочет понять волю Бога, и что ему ответит Господь, мы узнаем в следующий раз, если будем живы, и Господь позволит, когда будем изучать шестую главу книги Исход. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах на новые библейские главы. Спасибо Господь! Исход